Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, верховного жевжика планеты Земля, и я продолжаю выкладывать партию в Humankind. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И всем зрителям приятного продолжения просмотра, и прошу, пожалуйста, не забывайте делать клипы к этому прохождению, чтобы я потом такое мини-видео составил. Нет, здесь угля, алюминия и урана насыпало до хрена. Больница... Какая-то стабильность проверить. Нет, тут была сотня, соточка везде. Соточка, соточка. Заканчиваем. Я почти накопил в один город все слить. Вау, сколько тебе влияние в ход, не страшно, представьте. 193. Ты долго копил, тогда что должно быть. Держите, а сколько сейчас? Влияние в ход 1150. Вот даже с 1150, это все равно, потому что у меня объединить пару городов стоит... Восемь с половином тысячам. Да, восемь с половином. Да хрена, стоишь. С четыреста. Ну там, я думаю, зависит от всяких факторов. Там, видимо, зависит от населения, потому что у меня тут вообще какие-то под 20 тысяч. Типа, слить города 20 тысяч. Я, знаешь, еще думал, по крайней мере, то есть до конца игры выгоднее иметь, допустим, один город с двумя-тремя территориями, чем один на 4-5 территорий. Получается намного лучше. Да, я считаю, что... У меня по ощущениям, что как бы город с тремя территориями самая такая золотая середина. Потому что просто тупо четвертая территория уже очень дорого добавлять. И зачем? Что, у меня два отряда осталось? Блин. У меня два отряда осталось. Но если он этот объедет город, я не против. Подожди, а вот уже отряд у меня. Почему его тут не показывает? А, он потому что морским считается. Фигня полная. Так. И вот этот отряд. К Мемфису поплывем. Будет высадка такая, десанта у Мемфиса. Ну-ка, Димон, купи еще что-нибудь. Надо, где-то чеку. Деньги кончились. Не сучу, дать мы вернемся. Там, по ходу, вход все-таки идет доход с этого. Там вход за количество караванов идет. Вот открой город и наведи на деньги. И там будет... Вот у меня 204 денег за количество торговых путей. А, у меня плюс 2. Все, понял. Так, городское планирование. Опять лимит городов. Ставин. Ну, вот чего они не продумали, так это стабильность. Тут, в связи с тем, что все со всеми торгуют, просто за я вообще на стабильность забиваю. Ну, можно не торговать со всеми, получается. А зачем? А зачем? Мало того, что бонусы получаешь. Если у тебя есть хорошие ресурсы, то ты можешь как бы не торговать им нормально. Ну, смотри, вот мы три больших империи. У всех есть какое-то количество ресурсов прикольных. Так смысл мне торговать? Я понимаю, мы Нендер не торговать с красным, предположим. Но со всеми остальными зачем? Кучу бонусов получаешь. Ну, в теории, туда. Ну, вот я, например, не могу сейчас торговать, в принципе, на самом деле. Поэтому еще такой вариант позволим. Так, еще тысячу осталось накопить. Фига ты киски отбил, просто мне даже ничего не сообщало. А там никого не было, просто. Ну, то есть сообщать не надо, типа вас захватили город. Игра такая, ну, подумаешь. Не, ну, если там ноль жителей, она считает, что тебе он не нужен. Просто ты у всех уехал тут. Так, у меня, короче, есть 25 ходов. Что-то сделать. Так. Так, а где ядерка? Кстати, возьмите отряд, у вас есть такая надпись. Множественный выбор, вы можете отменить? Я просто шифт зажимаю, и тогда появляется множественный выбор. Когда отжимаю, он пропадает. У меня бывает глюч, что я, например, нажимаю на последний, последний юнит в отряде, и берутся все. Японцы главный виновник загрязнения. Что-то австро-венгры вообще ничего не загрязняют. Не понял, она приняла, что ли? Монголы уступили. А что не уступили-то? Блин, я даже, я что-то пропустил, еще я не их требовал, честно говоря. Они что-то уступили. Интересно, я тут кругосветку вообще могу сделать? На этой замкнутой карте. Как-как. 10 тысяч. Австро-венгры прославились как торговец. Ура, хоть в чем-то. О, сейчас попробуем поглотить. Ох, ни хрена себе. Да, с едой явно проблем. Так, короче. Ой. Че-то как-то много. А, вы знаете, тут же, чтобы обрабатывать ресурсы, нужны другие ресурсы. Тоже прикольно. Теперь знаем. Так, алюминий я не открыл, что ли? Ну, да, с едой, я что-то погорячился. В смысле? Ну, у меня минус 427, сейчас заход еды. Ужас. Ну, я город решил объединить, посмотреть, что будет. Это великий город теперь, только он вымер. Мне жена говорит, есть у меня совесть отпусти людей спать. Вы спать хотите? Да не особо пока. Они не хотят спать. Ну, что там? Ну, а сейчас сколько время, Леша? У меня 6 вечера. А, 6 вечера. Ну, да, неплохо. Получается, разница у нас... 10 должно быть. Угу. Угу. Нет, 4 утра нормально. А что там торговцы, кстати, дают? Ты писал, я помню. Что, какие торговцы? Торговцы за что дают? Ну, вот этот значок. Если ты через какую-то цивилизацию отправляешь караваны. То есть, типа, это караваны в цивилизацию через другую цивилизацию. То есть, по земле. Далеко по земле. Так, есть расщепление ядра. Так, Христос Искупитель построен. Следующее 10 тысяч требует. Уже минус 390. Их ты. То есть, ты все объединил в один город, да? Да. И застраиваю все егитой. Интересный план. А, вот прикольно. Качаю изгнать население. Это ты изгоняешь одного человека из города. Взамен этого ты получаешь 20 денег в ход на два хода. Нет, какая-то немножко тупо. Блин, 114 населения из 102. Угу. Ну и сколько там производства у тебя? 2700. Ну, это, конечно, много, но все равно... То есть, это больше, чем у меня в каждом городе. Ну, у меня все равно в самом большом 2300, например. Ну, что-то не очень выгодно тогда звучит. Угу. Мне тоже не особо нравится. Грей, ты вообще мануфактуры открыл? Нет. Смотри, тут чисто мы с демониксом все мануфактуры забили. А где не вообще? В меценатстве. В меценатстве. Так, это поиск вам есть. А, во. Могу, кстати, открыть. А там, типа, получается, одна на... Ну, то есть, если ты один уже построил, то второй уже не может на этот ресурс. Да. Что, кстати, тоже тупо. В Циве в этом плане прикольнее, что у кого больше ресурсов, тот может... обанкротить ту мануфактуру. Ну, вообще, странно. Я был... Я даже не знал об этом просто, когда ты сказал, что мы уже забили логической цепочкой. Я думал, каждый может... Бонус получить тогда. Это очень-очень сильный бонус. Прямо. Может, порежет немножко хотя бы. Нет, тут было бы логично, например... Так, вот я, например, имею... Я могу, например, на Амбру построить просто потому, что я покупаю у немца Амбру, и у меня есть ресурс Амбры. Например, немец прекращает со мной торговать, и у меня пропадает мануфактура тогда, например. Вот это было бы логично. Тогда ты реально мог бы мануфактуру только на те ресурсы, которые у тебя находятся. На территории. А, ну вот, кстати, еще одна причина не торговать. Можно же просто не дать построить ему фактуры. Теоретически. По крайней мере, это продолжает работать, если у тебя ресурсов меньше, чем нужно. Ну, если ты уже построил, то, наверное, там же, чтобы ее построить, я так понимаю, должно быть, четыре дни. А половина из... Ну, да-да, не четыре, а половина, да. И это, кстати, такая весьма весомая причина. Но, с другой стороны, вот если есть цивит, который позволяет сравнить, что я пойду, тогда... О, выплавку алюминия. И гидроэлектростанцию можно строить. Вот, где там уран во все разрабатывает. Да. Там, говорят, ядерка все равно нефти стоит, поэтому... Ядерка стоит нефти? Поэтому, извините. Что это за бред? Ну, топливо-то и надо. Так, ядерка очень классно сделана, что вместо какого-то там манхэттевского проекта, где он там у тебя чисто в городе, тут аж целый полигон надо построить и взорвать. Это для ядерной ракеты, и там, по-моему, еще есть вторая, какая идет. Термоядерная? Да, да. Ну, логично, да. Тоже надо полигон строить. Причем, там клеток надо столько, что вот если эти бегополисы застроены уже, то как бы извините, но... Ну, а я когда первый раз, я думал, там будет пусковая шахта. Я думаю, отлично, выбрал себе место хорошенькое, которое я еще не застроил, но планировал. Поставил, она пахнула, и все, и больше там нельзя еще строить. Я такой, отлично. А вторая у меня банально не влезла. Я такой, все как бы. О, до минус 30 довел. Еду. О, у меня ковид начался. Сезон болезни события. Объявить карантин или подождать? Ну, я же не за Россию играю. Конечно, объявить карантин. Какая-то Россию выбрал там? Вот вам надо подождать. Почему-то красиво. А, ну, в Швеции нету здесь, к сожалению. А нет, тут Швеция есть, кстати. Есть, да? Да, тут есть Швеция. Ну вот. Так, а где мне, собственно... Немцы, а ты сейчас по технологиям где находишься? Ну, вот я открываю мануфактуру, собственно. Ну, тоже в индустриалке я уже нормально изучил? Ну, половину, может быть. У меня немного науки всего, тысяч. Ну, у меня... Всего две. А не как мне некоторых тут десять. У меня всего двенадцать. А. Ну, тут такой момент, что да, как бы... Если он... Лёша сейчас быстро как бы закроет все техи токи. Но если мы выйдем в следующий эпох, мы там можем за пару ходов набить столько звезд, что опасно все техи закрывать. А что? А так, откуда мне получать еще славу? Я просто вот сейчас славу получаю чисто вот за эти... Ну, какие-то вот звезды обычные. То есть население... Как его? Деньги какие-то. Ну, и все. А у меня это... Ну, как его? Предел больше, чем у вас, потому что это другая эпоха. Я не знаю. Я просто иду по науке, но... Для чего я это делаю, я не знаю. То есть тут как-то надо менять... Менять свою мысль в том плане, что это не... Тут просто идти по науке тебе ничего не даст. Получается. Вот какие там остались деяния? Вот из того, что не принято еще. Ко всем драгоценным ресурсам никто из нас не получит. Континентальный подъем никто из нас не получит. Своё влияние на весь континент никто не получит. Поставьте карту континента, ну, может быть. Испытание ядерного оружия. Ну, я так понимаю, что там нефть нужна, опять же... Хрен знает. Искусственный спутник надо завершить. Космическую экспедицию совершить. Станьте обладать им ядерного оружия. Я так понимаю, что нефть опять же нужна. Кругосветное путешествие, видимо, здесь не... Не работает. То есть реально звезды только остались. И чудеса еще. О, у меня цивик-призрак ядерной войны. Что дает? А то два выбора. Либо получить претензию к империям, осуществляющим ядерные испытания, изрывающим ядерные бомбы. То есть... Вообще никак. Либо... Тест расщепления ядра. Получают... Японцы получают постройку ядерная ракета. А, как раз таки вот этот полигончик тебе нужно будет. У тебя, блин, там есть остатки, где можно исключить его? Ну, давай посмотрим. Ой, так она на семь клеток, ни хрена ся. А? Вот он там, семь клеток будут выжжены. Блин, так это надо играть, как бы, имея в виду вот это вот все. Угу. Где мне это ставить? Наверное, в радошках. Вот здесь, наверно. Так, слушай, а смысл я это делаю, если ты говоришь, там нефть нужна для ракеты. Нет, ты испытать-то ее можешь. Не проблема. Я так понимаю, чтобы непосредственно ракету саму построить, сначала ты строишь шахту, а потом ракеты. Ну, а до этого ты сначала строишь полигон. Сейчас я найду... Здесь вообще-то ядерная ракета. Не, мне кажется, нравится, что они тут сделали именно победу по славе. Это более логично, потому что, ну вот, вот в развитии на планете тут же куча народов и цивилизаций, которые вот сейчас, по-хорошему, являются отсталыми. Но это совершенно не значит их, во-первых, прошлого величия, и, во-вторых, не значит, что они в будущем разовьются. Он Китай в 80-х считался, что они там вообще какие-то, блин, отсталые, отсталые. И сейчас, посмотрите, вторая... Вторая экономика мира. А во многих местах даже первая. То есть именно слава, то есть и вот ты как бы вкладываешься в какие-то вещи, которые больше тебе приносят славы. Мне кажется, это даже прикольно. Просто надо свою голову менять при этом, когда ты играешь. Там я видел отзывы в стиме, что типа народ, вот! Они сделали в Humankind, как будто это просто победа по очкам, как в циве. Но это не как победа по очкам. Ну это не победа по очкам. Это не по очкам победа, это победа по тому, что ты делаешь в игре. А в циве очки это просто вот за какой-то твои большие города. И отзывы в этом стиме. Там иногда читаешь. Мне может все прикалывать, там есть какие-то люди русскоязычные, которые фанаты Endless Legend и Endless Space, и у них претензия, что Humankind очень похож на Endless Legend и Endless Space. Это вообще странно. Я вот как раз, я всегда вот в обзорах говорил, я хочу, чтобы амплитюды сделали циву на основе Endless Legend. И тут народ такой приходит, говорит, что-то на Endless Legend сильно похоже. Мне не нравится. Блин, так где же Endless Legend нравится? Почему у тебя Humankind тогда не нравится? Вообще, 4Х стратегии делать это, мягко говоря, очень тяжело. Тут, когда они... Ну, все. Тебе надо пройти определенный путь. Вот амплитюды это сделали. У них есть какой-то багаж, на основе которого они делают свою циву. Подождите, а что я там сделал? Стоп. Подождите, а где минут? Получается, это неплохо. А, что неплохо. Циву игру их. Ну, Humankind. Да. Короче, ядерная ракета требует не просто урана, а требует 3 алюминия и 2 нефти. То есть, у нас в этой партии просто невозможна ядерная ракета, в принципе. Ну, это частая ситуация. Ну, то есть, сейчас не хватает реально стартов на карте. Это тоже надо пачать. Не, ну это они странно сделали. Вот это тоже... Вот система со стратегическими ресурсами просто странная. То есть, а как вообще финальные юниты строить, в принципе, если ресурсы разбросаны по карте? И вот... Вот, например, меня даже... Даже если не считать 2 нефти, с меня требуют 3 алюминия. Я вот не вижу, чтобы у меня было 3 алюминия. У меня 2 алюминия есть. И у вас у каждого тоже есть 2 алюминия. Ну, и как, типа, третий алюминий. Тут еще нефть. То есть, ты торгуешь этим всем и ждешь, пока в тебя ядерка прилетит? Очень странно. Ну, забавно же в современной эпохе воевать мушкетерами. Потому что за ресурсы. Ну, так и будет получаться, на самом деле. Ну, не мушкетерами, может, там, подальше ли они на пехоту. Я надеюсь, что они допилят все это. Не забьют, как в предыдущих играх в итоге. Там баланс же уходил прям совсем. Куда-то. Ну, так. забьем Сиднейский оперный театр. У меня аж население почти на двадцатку больше, чем вмещает город. И оно растет быстрее, чем строятся районы. Беда. Чадящие трубы. Стабильный зареместный указал. Деньги. Давайте. Деньги. Давайте инквизицию. Просто интересно, что это. Заодно население плюс десять стабильности. А ну, какой-то бред. Я думал, он его изгонять будет. Что ты говоришь к этому аппелленному предложению? Сиднейский оперный театр. Грей, у тебя в Мемфисе два района? Нет. Это как показывает, что ли? геостационарный спутник. Так, давайте глянем, что я все лесы обработал реально. Для обработки урана надо три селитры. То есть, если у вас нету трех селитр, вы уран обработать не можете. Прикольно, кстати. Это, видимо, рабочие, которые работают с ураном, занюхивают селитры и такие, нормально пошли работать. Ах, с этим, эти ЖД пути. Штука на самом деле очень классная. Если его занять, то он не сможет подкрепление перекидывать. Мне... Блин, слушайте, я не могу, то есть, я не смогу спутник запустить, потому что он тоже требует... Космическая станция требует одну нефть. Да... Получается, все, научной победы нет. Нет, тут научной победы нет, в принципе. Ну, то есть, а как мы закончим вообще игру? Давайте размышлять. То есть, захватывать друг друга мы вряд ли тоже будем. Я, например, двадцать одну звезду не могу получить, просто потому что тут, например, три звезды за присоединение территории, где мне их взять столько. Через 59 ходов он все равно закончится. Кайф. Ну, да, либо ты можешь все техи открыть тоже. А, да, кстати, все техи, точно, все техи. Это тоже сработает. Не, с нефтью... Да, конечно, в этой игре с нефтью просто это какой-то фейл. Одна нефть... У нас хорошо, но с ресурсами не повезло. Ну, кто-нибудь нефть еще открыл вообще, то есть, можете слепой и где-то еще есть. у меня проверите, но я просто рассматриваю и реально только один ресурс нефти. Не, не вижу. Субтитры сделал DimaTorzok линкор, две нефти, авианосец, две нефти, кайф. Какое-то издевательство такое, знаете. Мы вот открыли, мы можем строить линкоры и авианосцы, но, блин, нефти не хватает, ребята, не хватает нефти, чтобы их построить. Поэтому дальше на парусниках, как бы, пушечных. я уже почти дообшел до современности. Осталось две звезды где-то найти. Когда заживем. Кстати, может мне этого зеленого забрать? А, я, кстати, в этой игре это сделал застак из трех пирамид, но на старте это на самом деле очень сильно. Что-то сделал еще раз? Ну, три пирамидки рядышком поставил. Египетские. Ну, и сколько они сейчас дают? Ну, сейчас тоже не важно, но на старте именно у меня там было что-то ну, больше ста производства точно, ближе к 200. Вот, прям, первые ходы уже. Ты как поставил? В соседних регионах? Да, да, просто треугольный. А потом объединил. Ну, где, в каком, в каких районах? Покажи. Мель, я, я, ну, мель, это в Мемфисе, да. Но часто они дают копейки, там, по 30, как бы, но они вначале очень сильно разгоняют все это дело. Потому что они в соседней клетке тоже обрабатывают, плюс сами по двадцатке дают. И получается, что за сотню улетаешь просто моментально. Ну, и в лигу. улетаешься, мы же можем сделать как минимум вот так. сэшо с религии. уфигасе у тебя грей кэш и религия валит я и вначале вообще почти потерял там я так не понял я пошел убил человека у него моя религия появилась в моей столице не было моей религией очень только в рифе странная механика там на излишки решили ологи аксис isn't extremist think of it as being focus с сарега улайндит и на войну объявим зеленого ух ты на его стороне сильнее вы прикалываетесь а как это вообще вообще он первый ходит ну ладно так а что там вообще у него монгольская орда блин это весело так короче у меня сейчас такой же глюк как у демоникса я нападаю на зеленого у меня пропала открыть битву то есть мне бы хотелось а все я вернулся каким-то образом я вернулся в битву все спасибо она открылась даже у меня если что хотели не очень хотел бы так надо орду в первую очередь мочить и и и и и и и и а блин так эти стоял он вас уже стрелял поэтому тут нет возможности стрелять как тут игра посчитала что что зеленый намного сильнее меня тут очевидно просто шар да я понимаю но но против огнестрельных юнитов тут никак не выстоять что там он ходит мой ход что в форме в форме в форме в форме в форме Продолжение следует... Продолжение следует... Это он поехал к флагу. Занимать флаг, прикиньте. Да, выглядит так, что... Да, doable. Вполне может занять. М-м-м. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это оказалось изи. Все, я закончил. Я думаю, что мы увидим, как далеко эта метафора улетела. Ход. 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 Я же сказал... Интересно, у нас тут бой, да? Ну да. Но у него просто в транспорте какие-то современные. У меня как бы корабли не современные. Боже, я никак не могу этот бой открыть, господи. Почему поражение-то? Бля, я никак не мог его открыть тупо просто. Я три раза нажимал. Ну охренеть. Ладно. Кайф. Ладно. Офигительно сделано. Спасибо, амплитют. Три раза нажимал открыть. Он что-то там что-то открывается. Ладно. Ну, бывает. Видимо, не узнаем мы, как транспортники работают против кораблей. Не в этот раз. Арта стоит две нефти. Хотя, кстати, у меня корабли пропали. Два. Осталось из четырех. Ну, то есть там типа какой-то автобой, видимо, все-таки происходит, да? Но... Ну, реально. То есть он меня просто уничтожил. Сколько у меня там было? Юнитов 11, наверное. Просто 11 юнитов. Минус три корабля у меня потерялся. Ну, какой-то автобой, видимо, да и есть, получается. Так, в Кобрине. Ну... Нету смысла спутник запускать. Слушай, а далеко тебе демоникс до нефти? Я уже открыл ее. То есть я могу ее у тебя купить. Да. Что can I do for you? Так, если ее продаж, это будет печально для нас, по идее. Да уж, заканчивать надо. Скоро. Потом не все ли равно уже. Мы тут еще можем выиграть. Да, так. Короче, я просто не могу нигде построить космический запуск. Вот в чем прикол. Да, у меня было. Да. Ну... Да. Нет, не могу ссорить, потому что как бы считается этот город не мой еще Так Субтитры сделал DimaTorzok А что, я Сиднейский построил? Найс Это Леша, а у тебя проседает FPS? Ты через OBS пользуешься или чем пользуешься? Нет, я ShadowPlay Ага, окей, просто проблема реально в конце игры? Да, проседает FPS 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 просто 12 остается Именно потоки, это очень странно Ну, сейчас мне, у меня 30 FPS пишет Скачет туда-сюда Я вам, Катя, не рекомендую Советский Союз брать, там точно какие-то баги с его районом Ну, я уже взял Молодец Молодец Ставлю очень много денег на то, что мы не доиграем Я, Катя, думал взять Советский Союз, но Просто зная против компа, как я играл, я решил не брать О, повышен местный уровень загрязнения И что это значит? Бак Какой? У меня написано Фьюн Кайм перестал отвечать, но это нормально, это не баг Это интересно Вышел Советский Союз, ура Блин, соединение прервано Ну, так исторично Все построено японцами Не понимаю, в чем разница, честно говоря Не, вообще ничего не буду принимать из этого Вообще, на самом деле, вот даже у меня цивики очень странно выглядят У меня полностью открыто Ну, типа я могу принять все цивики связанные с военными вопросами Полностью могу принять социальные институты, связанные с государственными расходами и инвестициями Зато нету ни одного цивика на социальные институты и всего один цивик на гражданские споры Ну, да, это, конечно, тоже странно Еще страннее, когда у тебя всего один цивик, когда кто-то Ну, мне повезло, мне чуть больше Так, при затяглении может уйти транс Ааа, там Красной Армии тоже жжет две нефти Так, в кружанах технопарк А зеленый не хочет вообще сдаться Аааа Ну, кстати, интересно, как его раскидало уран Глобальная оплата, хотя низкая, точно не зерно И ты – большая фенера И все Аааа Эстетизма звезда О В ноль пошло, так А давайте-ка мы сначала стабильность нашу поднимем Наконец-то можно и стабильно, стабильно что-то построить И у меня ковид начался Ну и че, выбрал подождать? Угу Молодец Советский Союз На вось пройдет? Да, сам, наверное, там просто над картошкой подышать, банки поставить, нормально Ааа, за население, наверное, поставим На еду больше я выезжу, что минус, но 6 ходов Хотя Вот эту прибрежную штуку можно построить Блин, я 53 тысячи Так, короче, тут можно все это строить нафиг Ну, пускай строится Аминь Возвращение и обогревательные системы самостоятельно могут не существовать несколько лет назад. промышленность на 20 процентов убежище у меня разве нет у двух алюминия ну победа еще этот каучи захватить походу наука от святыни да давайте науку от святыния что тут стабильность резко в минус пошла и Продолжение следует... 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 Это на атеизм заменилось так почему в ноль то почему у меня все в ноль вот вы к 60 стремится ладно тут может все таки о 45 стабильно заменил я уберем а 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 но а а а и плюс 30 стабильности не ну тут тут нормально кстати будет food court блин и так 75 тут нормально так это оккупированные это пофигу вот здесь жена креветки делает слюнькой подавилась она закончу игре от победа в войне советскими людьми близко кажется что смысл а вы разве в войне нет там просто военная поддержка падает с твоей поддержкой по минус 1 у каждой так кобрин ну кобрин к сотки стремится где-то моя армия-то интересно на оружие тоже есть чудесный эффект интересно но построить я не могу что-то ладно типа типа Играет музыка Как еще бедных варваров убивает Этот, очки, звезды, звезды О, кишики что ли? Да Монгольская Орда Играет музыка Орда Это кино Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры делал DimaTorzok 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 You have a nerve showing your face Субтитры делал DimaTorzok 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 всему хорошему рано или поздно приходит конец одна из империй близка к победе это наш это наш последний ход конец нашей истории ну на тысячу ровный отстаю прям ровненько you make this though humankind's thirst for energy has no limits the planet does now we can take what we need это лишь не слышно сорян у меня микрофон был выключен говорю это из-за максимального загрязнения не знаю каким-то образом но короче последний ход ребята ну походу я все-таки победю сосрали планету поздравляю мы старались главный виновник как бы неизвестен поэтому да а ты все-таки взял шведов я через науку хотел думал больше звезд успею получить одну успею ну и и и и и и и и ой господи да дайте заходить закончить аж три ачивки получил не 6 ачивок а вот и за что мне 2 интересно не 9 очок просто по 3 показывает 10 так ну давайте глянем графики в итоге я слушаю как бы историю грей 2 демоникс 3 о графики 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 о по промке я тут конечно по деньгам тоже ну да по промке ты как-то улетел моментально но не моментально но у меня все у меня все эти культуры на про мне культуры на промку были получается по населению вообще ну хотя я вот смотрю график вот у меня было много промки с этими пирамидами но я не вижу чтобы по этому графику это было прям так заметно вот на старте по науке да тоже улетел где-то 40 ухода начал но это но это не совсем улетел все-таки где-то мы рядом были по сравнению с тем что как в промке и в пище наука вообще конечно влиянием а провиди кстати коричневый был впереди тут получается что этот ну через войну то играть ну только вот с этими претензиями вот это вот да то есть ты должен планировать войну не но я считаю это прикольно ты должен именно свою войну планировать они просто типа а объявил такой пошел ну да если знаешь как это работает точно туда вот у меня например были обращены играми как я уже говорил вот эти города ящики когда человек вышел и в культуру и в религию но претензиями не было никаких ну в общем я убеждаюсь что игры от amplitude эта игра это про фокус на какую-то одну такую сторону то есть я здесь фокусировал всю игру на промышленность и за счет этого мне кажется получилось то есть это синергия ты должен как вот собрать вот к последней культуре прям чтобы у тебя было вот именно на то на что ты упор сделал то есть я к концу должно быть прям немерено если ты делаешь упор на производство значит у тебя на этом хрененно там по одному ходу должно все строится если ты выше упор на деньги тут еще за один ход должен строить если на науку для там прям должен быть на эпоху впереди типа такого ну да только на науку нет смысла по моему да согласен ладно спасибо за игру спокойной вам ночи спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока